Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск сегодня» за режиссерским пультом Марии Новгородовой и Екатерину Голикова у микрофона ведущая Сергея Антонова. Разбудить и поддержать талант, креативность и прогрессивность молодых людей – это основные задачи молодежного фестиваля «Мус Устар». Данный уникальный проект стартовал в прошлом году и стал первым совместным проектом корпорация «Синергия» и правительство Якутии. 19 конкурсов, мастер-классы, концерты, 12 часов трансляций, 130 тысяч просмотров на платформе YouTube, 130 журналистов и блогеров, уникальное шоу дронов, светофое «Мэйпинг-шоу». Такие цифры переводят организаторы «Мус Устар» по итогам прошлого года. А в этом году мы ожидаем не менее масштабное мероприятие, на площадке которого соберутся известные персоны, которые выступят в качестве его хедлайнеров. В этом году «Мус Устар» представит сразу 12 треков, среди которых кинематограф, мультипликации и анимации, киберспорт, мода, танцевальный квартал, вокал, журналистика и многое другое. 25 и 26 марта здесь пройдет большое количество мастер-классов, семинаров, соревнований, конкурсов и так далее. Каждый молодой человек сможет найти себе секцию по интересам. А сегодня мы поговорим о некоторых направлениях фестиваля «Мус Устар». И первое – это дигитал и IT. Что интересного подготовили организаторы для участников? Какие мастер-классы и соревнования здесь пройдут? Что ждет победителей хакатонов? Чтобы получить ответы на эти и другие вопросы, сегодня мы пригласили в студию прямого эфира доктора биологических наук, начальника образовательного центра Якутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук Михаила Михайловича Чарусова. Добрый день. Здравствуйте. И ведущего эксперта лаборатории биотехнологии технопарка Якутии Евгения Николаевича Попова. Здравствуйте. И, дорогие друзья, напоминаю, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 320066 и 321166. Пожалуйста, звоните и принимайте участие в нашей программе. Ну что же, а начать наш разговор мне хотелось бы с того, что действительно вот республиканский хакатон по ГИС-технологиям и биохакатон у нас уже проводится не впервые. Насколько я знаю, уже в четвертый раз, да, в этом году будет? Да, у нас, да. Да, с 18-го года. Хотелось бы знать, каково основное их направление и почему были выбраны именно вот такие направления? Это ГИС и БИО. Пожалуйста. Ну, надо сказать, что в этом году впервые в Министерстве инноваций вот это дигитал направление решило ввести этот фестиваль. Большое спасибо оргкомитету, что решили поддержать. У нас тоже достаточно большой охват и БИО, и ГИС, и самое главное, IT-направление, потому что нас оно объединяет, потому что сейчас без цифровых технологий ничего. Поэтому большое спасибо, что мы ворвались, можно считать, но мы молодой трек. И несмотря на то, что мы традиционно уже проводим, мы как раз соответствуем тому духу, тому подходу. У нас молодежь, у нас есть категории, связанные от школьников до специалистов, даже до 35 лет. В биохакатоне Евгений, наверное, расскажет их категории. И вот поэтому, соответственно, ну что такое ГИС, многие не знают, не слышат. Вообще мы являемся частью большой такой конкурса, который уже у нас состоялся и охватывает полторы тысячи участников. Это моя профессия IT. Это конкурс, который был в свое время исторически так молодежное правительство инициировало, потом министерство подхватило. И сейчас прямо проходят оригинальные этапы. И вот тематический хакатон — это ГИС. Геоинформационные технологии — это картография. А сейчас картография без цифры, без компьютеров уже не делается. Я вот учился, когда на «Ботаника-географа», мы вот все руками, там, красками, коварились, да, все делали. А сейчас уже все другое. И вот у молодежи просто уникальные вещи. Я смотрю, как они осваивают технологии, как они инструментали. И есть программы, где там искусственный интеллект, масса статистики, обработки, дешифрирование — это делают школьники 9, 10, 11 класса. И они настолько хорошо технологию знают. Ну, конечно, надо понимать суть географии и так далее. Ну вот мы являемся частью большой вот этого движения «Моя профессия IT». Ну и нас вовлекли, объединили в одну такую большую оболочку вместе с «Био». И министерство нас, как бы, может считать, вовлекло в этот трек «Мусу Старый». И мы тоже считаем, что мы тоже соответствуем этому духу, мы делаем некие прорывы. Это был очень правильный шаг, мне кажется, да? Да, точно. Он появился сперва в рамках «Технопарка Якутия» в 2018 году. Он эволюционировал, сперва мы давали идеи, уже готовые задания, чтобы ученики, дети решали эти вопросы проблемные, какие-то задачи. А потом мы решили сделать так, чтобы сами участники находили проблему и решали её. Это было очень интересно. Ну, наверное, это очень сложно, потому что вот найти тему, найти определённые пути к её решению. Нет, 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 сейчас дети идут очень подготовленные, очень мотивированными, и они разбираются в очень сложных темах. Доходят до того, что они изучают CRISPR-Cas10, то есть систему геномного редактирования. То есть это ученики девятого класса, например, даже младше. То есть можно говорить о том, что и наука у нас шагнула вперёд вместе с молодым поколением, да? Да. Евгений Николаевич, несколько слов о лаборатории, где вы работаете, да? И какую уникальную возможность она предоставляет для исследователей? Лаборатория биотехнологии находится на улице Труда-1. Там у нас есть три основных направления. Это генетические исследования, клеточные, ну и общие биохимические исследования. У нас очень хороший приборный парк, и люди могут ходить, изучать, сидеть на приборах, идёт свои исследования. То есть свободный доступ практически к лаборатории? Есть небольшие условности. У нас и студенты проходят практику в своё время, и школьники приходят на экскурсии, где мы им рассказываем, что такое биотехнология и какие успехи она добивается. Хорошо, Михаил Михайлович, несколько слов, пожалуйста, о Доме научной коллаборации Соломонова. Насколько я знаю, здесь ведётся подготовка школьников по курсам дополнительного образования. И что уникально, это всё делается совершенно бесплатно. Да, ну это такой интересный проект, который был в своё время инициировал Министерством Российской Федерации. И вузы на это реагируют многие. И создаётся определённая материальная база. Есть приборное оборудование, компьютерная техника. И создаётся такое пространство дополнительного образования детей. То есть вузы в этом заинтересованы, потому что это будущие абитуриенты. И это проектно-исследовательская работа. Это работа преподавателей со студентами и студентов со школьниками. Там есть определённые направления, связанные с IT, робототехникой. Здесь биологические направления, науки, земле. И в том числе вот как раз наше направление по геоматике. Вот мы сейчас общеговорим, вроде геоинформационной системы, а наука, которая изучает ГИС-систему, называется геоматика. Ну то есть как математика, геоматика. Поэтому, соответственно, там подготавливаются дети, обучаются. Они владевают этими навыками, знают, что такое космические снимки, где их скачать, как их обрабатывать, как создавать геоинформационные системы, базы данных. Это всё вот они проходят. И уже на выходе они могут входить в те команды, которые создаются в рамках нашего хакатона. Ну давайте вернёмся всё-таки к нашим хакатонам. И ещё раз напомним, к сожалению, наверное, мне кажется, не все наши телезрители и радиослушатели знают, что такое хакатон. В чём его особенность, буквально в двух словах. Ну хакатон попроще, это такой, можно сказать, мозговой штурм. То есть вот если раньше такое вот взять в замкнутое пространство, согнать туда специалиста, дать им задачи и попробовать, чтобы они решили, они делают работу в команде, идеи, опровергают, дополняют. В течение определённого времени они всё работают вместе. Все вместе. А хакатоны это вообще вещь такая, что чуть ли не буквально день и ночь они работают. То есть вот прямо ночью. Мозговой штурм получается. Мозговой штурм, да. И они там распределяются. Кто-то делает параллельно вот этот, это скрам-технология так называемая. Они там делят участки, кто-то делает. Кто-то может отдыхать, поработал. Кто-то работает, потом встаёт, тот продолжает, делает. Это вот такая интересная форма. Ну и назвали хакатоны как бы хакер и марафон. И вот такой хакерский марафон, это всё с IT пошло. Поэтому мы объединяемся в рамках IT. А потом стали сейчас слова хакатон везде. Сейчас педагогический хакатон. Даже промышленный был. Да, промышленный. Вот это ГИС-хакатон. Мы-то более-менее к КАТИ относимся, мы считаем. Био у них тоже куча цифровых технологий. Например, биоинформатика, это всё только на геномных, это только счёты через математические машины. Огромные базы данных, секвенирование с человеком связано. Это только через компьютерные технологии. А мне вот любопытно, да? Что вообще показывает опыт проведения таких форм, как хакатон? Есть какой-то положительный опыт, о котором можно рассказать? Да, конечно. Вот у нас были такие проекты, как Табвотч. Идея школьников заключается в том, что в часах находится таблетка, которую необходимо пить определённое количество времени. То есть идея такая простая, но они её очень сильно развили и превратили её в нейросети. Таким образом, эта идея до сих пор развивается. То есть уже студентами занимаются этой идеей. Второй проект был «Киностатика». Это мобильное приложение для людей с нарушением вестибулярного аппарата. Или после реабилитации. После инцинга, может быть, да? То есть человек совершает определённые действия, и эта идея также развивается сейчас. Помимо этого, есть отличные проекты школьников, которые мы поддерживаем. Ну и регулярно выходим с ними на связь. Такие, как, например, по очистке озёр. Замечательный проект. Всё это живо и развивается. Ну что же, действительно, это здорово. А вот как в этом году проходил отборочный этап Хакатона? И вообще, какой формат проведения Хакатона? Кто может принимать в нём участие? Давайте поговорим об этом. Ну немножко о том, что у нас тоже есть такие же будущиеся... Успехи? Да, успехи. По моей профессии идти. Есть прямо команды, которые уже сами создают маленькие компании. Даже будучи... Буквально вот-вот они закончили, учатся, они уже работают. Плюс ещё их замечают во время Хакатонов и даже приглашают уже, будучи даже школьниками, студентами, они подрабатывают и работают как нормальные профи. Причём их компетенции, они, вот многие говорят, они не хуже, чем студентов СПО и вузов. То есть идёт поколение, которое осваивает порой быстрее, чем более старшее, и они очень востребованы некоторые. Ну и эта возможность проявить себя, показать себя, их могут замечать. Вот, например, в экспертных комиссиях приходят действующие IT-резиденты и смотрят, кто как работает. Это важно. Ну а отборочный этап у нас, например, вот следующий. У нас внутри, вот, ну мы говорим, на самом деле ещё есть большое одно обедняющее мероприятие, это тестирование по IT и обучение тем основным функциональным ролям, которые есть. Есть разработчик, есть это дигитал-специалист и есть IT-менеджер. Вот это три основные формы, которые обучаются, а мы добавляем сюда ещё и есть специалистов. Ну и у нас ещё разрешается взять ещё пятого человека в зависимости от нагрузки. То есть команда решает. Но вот это обучение... Не сложно сразу пять человек объединить и дать им одну задачу? Ну вот как раз вот министр инноваций, он очень часто говорит, что важнее не решить задачу, а вот научить их работать в команде. Это главнее, и это происходит. Хорошо. Дорогие друзья, сейчас мы прервёмся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Сегодня мы говорим о треках молодёжного фестиваля «Мус Устар». Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу, и сегодня мы говорим о предстоящем молодёжном фестивале «Мус Устар», точнее о некоторых его треках. Что интересного подготовили организаторы для участников этого направления? Какие мастер-классы и соревнования здесь пройдут? И что ждёт победителей хакатонов? Чтобы получить ответы на эти и другие вопросы, сегодня мы пригласили в студию прямого эфира доктора биологических наук, начальника образовательного центра Якутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук Михаила Михайловича Чаросова и ведущего эксперта лаборатории биотехнологии технопарка Якутии Евгения Николаевича Попова. Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Вы можете зазвониться к нам в студию по телефону 32 00 66 32 11 66. Ну что же, мы продолжаем наш разговор. Михаил Михайлович, я говорила о том, что не сложно ли, вот, например, уже не трём, а пяти, например, участникам команды всё-таки сплотить как-то свои усилия, чтобы сделать единый продукт. Ну, во-первых, мы стараемся, чтобы вот эта первая часть, это где вот разработчик, это дизайнер и IT-менеджер, они уже были как бы уже сложившейся командой. А к ним или они сами находят, или мы даём им специалистов из числа бакалавров, магистрантов, аспирантов, уже вот институты естественных наук чаще всего. Ну, в последнее время очень много школьников из ДНК, геоматика, там, геоквантом и так далее. То есть у нас нету лимита по геоспециалистам. Поэтому айтишники спокойно приходят и работают. Мы уже берём, опираемся на те команды моей профессии IT, которые уже есть. И мы даём им возможность в марте, в начале ещё фактически, когда вот идёт, уже пройти финал престижного конкурса. То есть через нас они могут пройти, попасть. Поэтому я считаю, работа в команде нормальна. А для нас, для наших геоспециалистов, это возможность узнать реально, что геоспециалисты это не только карты, но это работа с айтишниками. И умело выстроить дизайн, это большое искусство порой. Ну и получить детям, может быть, навыки работы в команде, в коллективе. Да, навыки, командные работы, софтовые навыки очень важны. А мне вот интересно, участники приходят уже с готовыми проектами или же вы даёте им какие-то задания во время хакатона? Ну это вот по-разному. Евгений скажет, у них по-другому, у нас по-другому. У нас дети сами генерируют свои проекты. Обычно они собираются в команды, абсолютно разные дети. Общаются, знакомятся и ищут в интернете проблемы. Вот, например, команда школьников нашла такую проблему. Это грибок, поражающий картошку. Сколько он влияет. И начали изучать, каким образом, какими методами можно оценить поражение картофеля фитофторой. И выступили с таким проектом. А у вас? А у нас мы стараемся, наоборот, взять такие реальные практические задачи от заказчиков. И это те проекты, которые, если они хорошо прорабатываются, дальше могут доводиться. У нас есть такие случаи, когда берут, доводят и бывает полезно даже для госорганов власти. То есть, соответственно, мы хотим, чтобы у нас был выхлоп в дальнейшем. Ну, я же говорил, что из выходцев в моей профессии ТИ и даже ГИС Хакатонов становятся уже будущие резиденты технопарков и так далее. Одна из задач — это научить их работать в команде и быть полезными, востребованными и работать на практические задачи. Не какие-то фундаментальные, которые, может, далёные перспективы, а вот сейчас. Это такое веяние прикладного направления, которое надо тоже поддерживать и выполнять. Вот у био тоже направление, у них тоже задача технопарк, задача выдать практически прикладные результаты, у них они есть. То есть поиск вот таких талантов, вот вы говорили о талантах, да, которые уже мыслят по-другому и хотят быть востребованы практически сразу, это тоже одна из задач всех Хакатонов, в том числе и нашего. Ну и получается тогда, что даже само название фестиваля, Мусу Стар, оно является тоже подходящим. Действительно, оно пробуждает и стимулирует детей к тому, чтобы их таланты развивались, да. Ну что же, а каким должен быть состав участников команды и вообще как идёт формирование команды? Это случайный выбор у вас, например? У нас, получается, обычно они уже идут командой готовой, то есть ребята из одной школы подают заявку и вместе приходят. Они одна команда, придумывают тему, вот, мы не распределяем их, всё происходит свободно, демократично и появляется команда. Например, команда АГСХ, АГТУ подаётся от своей команды, у них уже готовая тема и они начинают работать. — Хорошо, вот мне хотелось бы знать, какой-то возрастной ценз у вас есть в участниках Хакатонов? Потому что получается, что здесь и школьники, и студенты могут, да, принимать участие? — Да. То есть команды школьников состязаются с командами студентов. — Ага, тут не получается, что несколько разновесные команды? — А нас по-другому. Мы, в принципе, очень близкие идеологически, отбор проходит, и всё равно есть категории А, Б, и даже есть категории С, это эти дистанционные участники. Я немножко об этом скажу. А — это школьники, Б — это уже студенты, СПО, вузов, молодые специалисты и так далее. Вот у нас вот специфика, то, что у нас есть команды базовые из трёх, или они сами, или мы находим гид-специалистов, и они начинают работать. И поэтому, соответственно, специфика состоит в том, что у нас чуть побольше участников, чем на обычных классических амбитах. Ну и зато у нас как бы есть... Вот мы первыми начинаем обычно, мы больше рекламы проводим, тем более фестиваль Мусу Стар попал, это вообще суперреклама. Поэтому мы ожидаем, у нас уже там сказали достаточно много команд, но мы рекламу только начали, вот сейчас буквально недавно всё это пошло, поэтому спасибо, что вы нас рекламируете. А категория С есть, это мы уже держим контакты с многими регионами через Геоквантум, через Дом научной коллаборации, в целом по стране. И даже у нас в прошлом году были участники из-за рубежа, которые дистанционно участвовали. Они образуют отдельную категорию С, у них всё разные критерии, разные призы, разные подходы в оценивании. То есть это нормальное явление, мы их не перемешиваем, потому что всё-таки разный уровень. Ну, иногда школьники достаточно сильные проекты делают, и мы как-то одну категорию подталкиваем одной категории. И говорим, вот смотрите старшие, как они сделали, учитесь. А старшим говорим, смотрите, как молодёжь хорошо работает, учитесь. Школьники, да? Да, учитесь, они друг друга стимулируют и развивают. А вот, например, каков доступ к хакатону участникам из Улусов, например, в нашей республике? Гибридная форма, Zoom, или платформа другие, серийники, например, появляются. У вас? А у нас мы вообще до этого приглашали в очном формате, и у нас участвовали, в том числе из Улусов, приезжали. И мы вот в прошлом году уже был такой гибридный формат. У нас был не гибридный, у нас был полностью дистант формат, потому что, ну, пандемия. И сейчас у нас вот более-менее открыто, поэтому мы хотим сделать очный формат. Да, ну, посмотрим, насколько там число желающих. Есть у нас определенные количества, нормы, которые мы не можем превышать. А многим остальным мы их не отталкиваем. Мы их всем говорим, участвуйте, конкурируйте. И главное еще, мы ведь говорим, мы тренируйтесь. Потому что мы одновременно тренировочные, а потом они приходят на свой региональный, и там уже более подготовленный. Это как, ну, получается. Ну, как репетицию прошли, да? И пошли на основной, и уже у себя там в Юрбе, в Сутарах, они уже знают, как это все работает. Потому что отборы, критерии, стандарты очень близкие. Только появляется вот ГИС-специалист, который отдельно оценивается, и его работа. Все. А так мы, в принципе, очень интегрированы в конкурс «Моя профессия» идти. Сокращенно, АМПИД, это уже фактически уже сейчас как бренд становится. Хорошо. А как обычно проходит экспертиза проектов? У нас, например, есть менторы. Они ведут команды, смотрят, они им показывают, что они сделали. Отдельный разработчик прямо показывает, нутросовые программы, коды. Там дизайнер тоже показывает, на каких программах он работал. И они просто просматривают, видят степень навыков, как они работают. И там есть система оценок, они по ходу их ставят. Потом есть, значит, вот этот ментор оценку такую составляет. Есть цифра, которая позволяет. А потом есть финальный этап. И какая-то доля процентов, она меняется. Остается для вот этих менторов, которые их ведут. Это три обычно эксперта на целый ряд команд. И на собственные жюри, которые приходят оценивать немножко по другим критериям. Потом это суммируется, и получается одна цифра. И эта цифра, у кого выше, тот и лидер. То есть там есть такой рейтинг по цифрам. И даже можно оценить, какие муниципалитеты имеют лучшие компетенции. Какие еще пока развиваться нужно. Пока город Якутск лидирует в этих вещах. Но улусы, они достаточно неплохо развиваются. Уже есть так называемые. Вот в моей профессии идти есть высшая лига. Ну, например, мегенды кангаласки, нью-рингридские команды. Кангаласки, вот они как-то на слуху. Ну, пока сложно сказать, что они дышат в затылок. Но, по крайней мере, они уже понимают, куда расти. Конечно, в Якутске у нас очень много различных здесь IT-компаний, обучающих, образовательных. Не буду называть их 20. Кого-нибудь одно назовешь, обидишь. Поэтому их очень много. Они подготавливают квалифицированных детей, которые вот даже по квалификации выше многих. И они там участвуют. Хорошо. Что представляет собой финальный этап, например, у вас? У нас практически то же самое, только у нас нет геоспециалиста. А так тоже у нас обычно бывает очень часто, IT-специалист бывает, потому что все равно биологические приложения. А так в целом концепция исходная. А финальный этап у вас спросили, как проходит? Финальный этап демо-дэй, ребята готовят презентацию и выступают командой. Затем коллеги жюри оценивают под своим критерием. Ну и, конечно, вопрос такой, я думаю, который волнует многих участников таких хакатон. Что ждет победителей, да? И совет, как начать участвовать в хакатонах? Вот есть дети, которые хотят участвовать, но есть у них некий такой психологический барьер. Ваш совет, как все-таки заставить себя? Во-первых, мы стараемся найти призовой фонд. У нас есть уже определенная сумма, которую мы, конечно, обязаны по закону не в деньги превращать, а в конкретные призы. Ну вот это сертификаты, различные призы. Это вот то, что привлекает детей. И у нас еще главный приз, это мы даем путевки на финал моей профессии IT. И порой это ценится выше. То есть он занимает там пятое место, но получает путевку. Мы смотрим, какая радость с него идет, что он попал на финал, а то, что он там что-то не выиграл, это мы делаем десятое. И вы сказали еще там дополнение дела. Как преодолеть барьер и участвовать? А, барьер. Вообще, на самом деле, у нас, ну вот, это ГИС IT нас, да, есть такой сайт прямо, гисит.ру, и там заходите и регистрируетесь. Но так как мы еще внутри фестиваля, ну, надо зарегистрироваться и на фестиваль, для получения документа, сертификата. Потому что, попадая туда, попадая в наш трек, в дальнейшем вы регистрируетесь, и уже идет там учетная политика в этом плане. А так вообще мы полностью открыты. И пока, так сказать, что у нас прямо фильтр, мы всех там никого не пускаем, такого нет. Что мы там, типа, все места заняты, там бесполезно. Не, приходите, регистрируйтесь, создавайте команды. Я уже говорил, от трех до пяти человек. И все нормально. Хорошо, дорогие друзья, сегодня мы говорим о треках молодежного фестиваля «Мус Устар». А сейчас мы перейдем вновь на рекламную паузу. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. И я напоминаю, что сегодня у нас в студии участники треков молодежного фестиваля «Мус Устар», который пройдет в столице республики 25 и 26 марта. И наш следующий собеседник – это автор проекта и потомок Кандыкан, руководитель этого творческого объединения Маргарита Васильевна Попова. Добрый день. Добрый день. Дорогие друзья, еще раз напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Вы можете позвонить и стать участником нашей программы. Ну что же, мы начинаем наш разговор. Итак, Маргарита Васильевна, давайте вкратце напомним, когда и как появился проект Кандыкан. Нашему проекту еще нет и года, и буквально за один год, конечно, такой рекордный срок. Я думаю, что благодаря именно благословению наших предков мы достигли больших результатов. И это уже не только вот моя личная родовая история, вот Кандыкан – это имя моей прабабушки, а это народный бренд, созданный большинством, именно неравнодушием большинства энтузиастов, которые вложили всю свою частичку сердца, да, и вот создали действительно тот бренд, о котором говорят далеко за пределами республики. И за очень небольшой срок к нами проделана большая работа. И, наверное, апогеем того, что стала первой большой победой, что именем Кандыкан назван один из самых больших, крупнейших добытых алмазов. 91,86 карат. И то, что мы делаем, мы верим в то, что Кандыкан станет нарицательным таким символом, героем, о котором будут также знать, как Покахонтус, Мулан и Маукли. И также будут знать о нашу герою. Да, о нашу Кандыкан, и чтобы через призму этого персонажа, чтобы север был услышан, чтобы мы могли рассказать, что такое Якутия, что такое вечная мерзлота, что такие наши ценности, какие мы традиции, какую уникальную культуру мы сохранили. Для вас это какой проект? Социальный, творческий, этнографический или какой? Предназначение. Это моё дело всей моей жизни, это мечта. И я считаю, что это вообще обширно, потому что мы не можем сказать, что именно сконцентрированы только на развитии персонажей, потому что в рамках... Вот мы создали нашу сказку, которая там... Кандыкан — это целая вселенная, а это солнце нашей вселенной. От сказки сейчас создаётся мультик, который 1 июня мы уже покажем. И вокруг этого солнца как бы крутится весь мир. Получается, вот вышла книга. Кроме того, я слышала, что была экспедиция в северные районы. Да, 4 экспедиции нами были проведены. Среди них это такие очень известные инфлюенсеры российского уровня масштаба. Это Илья Варламов, Александр Мазуров — это российский фотоблогер, основатель Russian Explorers. И созданы различные проекты. Ну, подпроекты, да, это и фотопроекты, и различный медийный контент. Ну и кроме того, у вас есть целый ряд продуктов, связанных с образом Кандыкан. Это вот, я слышала, международный проект был вместе с японцами, да. Потом сувениры, даже песня появилась, картины, сказка и так далее. Да-да-да. Вот, ну и получается, если всё это так собрать, то мы называем это вселенной. Вот вселенной Кандыкан нашего персонажа. Да, и это всё действительно вот так в таком, как сейчас модно говорить, потоке, да. Потому что не было какой-то такой стратегической вот концепции, да, вот, что вот мы сегодня делаем то, а через два месяца мы пойдём туда, да. Вот, это всё происходило в моменте, и люди, события вот как бы открывались такие, как бы, как зелёный свет. Я говорю, что действительно это вот некое какое-то такое благословение, вот именно то, что нас пробуждает, побуждает, и мы как бы действуем. В этом году у нас также вышла наша сказка Кандыкан на ивенском языке, сейчас мы делаем вот с командой НВК Сахас, с радио Титим, наш аудиоформат. Сегодня буквально Аня Фомина Миронова у вас, наш официальный спикер проекта, записывалась. Вот, следующим у нас этапом у нас будет ивенский диктор, вот, и скоро будет уже аудиоформат нашей сказки. То есть идёт опять-таки развитие проекта, и меня вот интересует такой вопрос. Казалось бы, проект создан совсем недавно, а уже столько событий произошло, да, и вот каким образом нужно правильно упаковать, может быть, оформить продукт для того, чтобы он стал узнаваемым, получил продвижение, известность, да? Да, мы вот об этом тоже вот думали вот сейчас, ну, у нас такое как бы время, да, вот, когда мы, потому что одна из задач, наверное, тоже миссия нашего, вообще, Кандыкан, зачем она появилась, зачем она ворвалась в наш внешний мир, это объединение, потому что она объединила многих, и мы готовы сейчас конспектуально... Вот мы видим, да, на экране... Да, это наши коды дополненной реальности, это вот наши будущие персонажи, да, мультика, вот, которые, ну, мы хотели их через сеть, со социальную сеть Инстаграм, и мы сейчас думаем, конечно, вот, как они, может быть, через социальную сеть ВКонтакте можно будет их реализовать, а так, раньше они через маску Инстаграм-фильтр, они могли, ну, как бы, появляться, вот, 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 и сейчас мы концептуально наш кейс формируем, потому что у нас большая, как бы, команда, к которой вовлечены многие профессионалы своего дела, и готовы делиться своим опытом, оказывать консультационную, менторскую, абсолютно безвозмездно, бесплатно, именно в упаковке, вот, идей, если есть какая-то идея, именно, вот, связанная с этническим брендом, сохранением нематериального культурного наследия, мы готовы, как бы, помогать. И поговорим о фестивале МОСУСТАРа, я знаю, что вы здесь проведете мастер-класс и презентацию проекта. Да, мы задействованы в двух направлениях, это в треке ESG, в экологическом, и в треке, конечно, анимации. В треке ESG у нас сейчас, кстати, вот, буквально на днях стартует наша акция по написанию полезных картин в прямом и переносном смысле. Они создаются на основе единственной в мире запатентованной краски с фотокаталитическим эффектом. А что это за краска? Объясните нам, пожалуйста, попроще. Это краска, если простым языком говорить, что она очищает воздух. Один квадратный метр этой краски равен по свойствам одному дереву. И нам в прошлом году представитель компании в Новосибирске, официальный представитель этой краски, да, СтопКолор, они нам, нашему региону, отправили в подарок. И мы решили, что эту краску использовать именно по назначению, чтобы она приносила пользу, да, так как она полезная. И мы в дар уважения, благодарности героям нашей современности, нашим медикам. Мы хотим в рамках 100-летия Якутии создать 100 картин, которые сейчас уже создаются. Мы, кстати, привлекаем наших зрителей, слушателей. Если у вас есть заинтересованность, желание, может быть, желание. У художников, нам помогают художественные училища наши художники, да, создаватели референции. И вот мы пишем эти картины, создаём и потом передаём в больницы и поликлиники, медицинские учреждения. То есть опять получается, что социальная сторона проекта, да? Да, ну у нас проект, в принципе, полностью как бы всё социальное. И ещё самое главное, что у нас полностью как бы все на энтузиазме. Это всё как бы такое большое волонтёрское движение. Вот. И в рамках ЕС-Джима у нас вот это написание картин. Мы презентуем проект 25-го числа, да. Вот там будут как бы различные доклады на тему экологии. Но в первую очередь у проекта миссия экологическая. Потому что сейчас наш регион влияет на общий климатический баланс вообще в целом планеты. И как донести резонанс, ну вот в целом как бы донести до мира, да? Потому что не все в России понимают, что Якутия — это огромная территория вечной мерзоты. Если выступать с умными речами на умных докладах, это одно, это, конечно, да, процент слушаемости, он маленький. Но если завести моду, тренд, узнаваемость на север в целом, да, через призму одного персонажа, если у нас будет супер-бренд, рождённый в Якутии, да, и который будет знать весь мир, так будет легче, так будет легче как бы в целом как бы транслировать, да? Вот. Вот. И миссия наша в этом заключается, и нам обязательно нужен вот очень такой открытый баланс и диалог между освоением и сохранностью. Потому что у нас промышленность для... Оранимая очень природа. Да, оранимая природа, и у нас добыча, у нас всё-таки кладезь, да, вот наших богатств, и, конечно, будет освоение. И вот поэтому у нас нашим партнёром является компания «Алрос», которая поддержала, да, проект, которая тоже понимает вот эту социальную ответственность, вот. И на основе нашего кейса вот именно об этом диалоге мы будем рассказывать, да, построение. Ну и, кроме того, вы будете участвовать в треке мультипликации, анимации. Да, и самое главное, конечно, это наш трек анимационный, потому что мы создаём анимационный бренд номер один, да, не только в России, а в мире, да, несмотря на все вот события, всё-таки это тот персонаж, который покорит обязательно мир. Хорошо. Ну и я слышала, что проект «Кандыкан» объединяет в себе даже молодёжь разных стран. В Ютубе, например, появился ролик, где иностранцы читают на ивэнском языке. Да, да, «Кандыкан» она не только у нас, как бы, в нашем регионе или в России, да, вот мы презентовали в прошлом году в университете UCLA, это Лос-Анджелеский университет, один из ведущих, по их инициативе по приглашению в День коренных народов мира 9 августа для преподавательского состава и студентов рассказали, да, вот именно они нам потом помогли, кстати, в переводе сказки, нам переводил сказку на английский язык официальный, ой, профессиональный переводчик, работающий с Голливудом, вот, и в этом году студенты из Франции приняли участие в прочтении сказки на ивэнском языке, да, это в поддержку тоже ивэнского языка, вот, и... Ну и в целях сохранения, конечно же, традиции и так далее, да. Что уникально, в работе фестиваля примут участие известные деятели, кстати, вот в области анимации, мультипликации, да, у вас будет прекрасная возможность пообщаться, получить какой-то опыт. Да, проезжает союз мультфильм, мы надеемся тоже, вот, ну, к продуктивной встрече, как бы заинтересованности, в целом, Кэндекан, она откликается всем, да, вот, это очень такая, не то что светлая, как бы, история, потому что мы её делаем, а действительно та история, которая очень сейчас нужна миру, потому что сейчас идёт, мы живём в эпоху подмены ценностей, корни становятся ветвями, ветви становятся корнями, но есть что-то исконное, есть что-то первозданное, и Якутия является колыбелью этой первозданности. И наша задача — это сохранить. Ну что же, вот на такой прекрасной ноте мы завершаем наш разговор. Дорогие друзья, это была программа «Якутск. Сегодня», и мы говорили о предстоящем молодёжном фестивале «Мус Устар», который пройдёт в столице республики в эти дни 25 и 26 марта. Всего вам самого доброго! Продолжение следует...